Друзья, всем привет! Обжился еще одним знакомством классным, но не буду вас раздражать рекламой, люди возмущаются. В общем, проблема была какая у Туксончика. При вывороте руля писк появлялся. Такой неприятный, скажем, достаточно. Когда так крутишь, то появлялся посередине, а когда до упора выворачиваешь, прямо такой же неприятный. Ремень проскакивал. Натянул ремень, все пучком, все работает. Осталось решить вопрос с датчиком и будем Туксон продавать. Завтра мы едем забирать синий Туксон на таможне. Вот так все затянулось, видите, ребята. Справку я так и не получил сегодня. Сказали, будет справка готова в пятницу. Справка для чего, ребята? Собираюсь взять карабин мелкокалибрный немецкий. Человек продает. И делаю разрешение. Если кому интересно, могу это снять. Свои впечатления о карабине. Скажу честно, я любитель. Я не охотник. Так, пострелять сына по банкам, по мишеням. Это мы любим. У нас воздушка есть. Мы ее будем продавать, кстати, если кому надо. Обращайтесь в советское, СССРовское, Тировское. Так что писк в Туксоне оказался банально ремень. Ну, теперь другое ощущение от езды. Друзья, доброе утро. Едем забирать Туксон на таможне. Выехали за Киев. Стоит БТР. Типа КРАС или как он его называется? Да, КРАС. КРАС. Здоровенный такой. Я не понял, для чего он там стоит. Он на каждом КП стоит. На каждом КП? Да, да. На каждом езде в Киев. Польская трасса, низкая трасса. То, что это то, как будто вся страна переживает и правительство борется и делает все, чтобы люди... Чиновники создают видимость работы. Видимость работы, да. Смотри, как будто в Европе едет, да? Да, нет. В 5 утра и мы живем ровно. Друзья, такую таможню вы не видели никогда. Сейчас вам покажу. Таможня в коронавирусе. Давай, все. Бентли. Угу. Бентли, ребята. А вот наш туксон. Почти одинокий. Порос, слушай, холодно. 5 градусов мороза. 5 градусов мороза. Был 9, стал 8. Здравствуйте. Ну что, забрали мы туксон наконец-то. Сейчас мы завезем его в коросты. Будем подкрасить листву, царапинки такие чисто для косметики. И будем ехать на Киев. Такие дороги, как вот эта, бабах, шарах. Смотрите, я вот в ямочку. Игорь смотрит. Это туксон. Это, ребята, туксон. Это дорога для него. Высокая резина. Может быть, не все видели этот сюжет в фейсбуке, как мама переходила с трехлетним ребенком дорогу, и водитель просто ее сбил на пешеходном переходе. Ребенка сбил, маму сбил. И все пишут, куда он смотрел и так далее. Друзья, уважаемые пешеходы, уважаемые водители, у которых в семье наверняка есть пешеходы, это жены, братья, сестры, дети. Учите своих пешеходов и сами учитесь. Вот что я взял от Швейцарии. Когда дети переходили дорогу, они все мне махали и смотрели мне прям вот взгляд. Я видел их взгляд. Они все мне в глаза смотрели и махали. Когда вы переходите дорогу, найдите глаза водителя. Увидьте его глаза. И только после этого переходите. Увидьте, что он вас видит. Это очень важно, что он в этот момент не смотрит ни вниз, ни влево, ни по телефону не говорит. Понимаете? Не может быть сознание потерял. И запомните, друзья мои, я вот сына учил. Каждый раз, когда я перехожу дорогу, мне страшно. Вам должно быть страшно. Страшно быть покалеченным. Страшно быть убитым. Это опасно для жизни. Перейти дорогу, это риск для жизни. Не только для здоровья, для жизни, друзья мои. Поэтому переходите дорогу тогда, когда автомобилей нет. Дождитесь. Боже мой, сколько раз я еду, вот вижу. Ну, простой ты секундочку. Пропусти ты меня. И иди, когда меня нет. Нет, под колеса кидается. Это же тормозная система. В наших условиях то, на чем ездят люди, и как они обслуживают эти машины, зачастую опасные машины. Поэтому лучше пропустить этот грузовик старый. Пусть он проедет. Этот автобус, перегруженный людьми. Пусть он проедет, и у него не отвалится ни колесо, ни тормоза. И поедет он, а вы себе спокойно перейдете дорогу. Буквально 3-5 секунд выждать, пока не будет машин. Идите себе с Богом. Дороги, дороги, дороги. Мне уже второй раз выезжали на встречку из-за того, что плохая дорога. Я даже на людей не имею права обижаться, потому что понимаю, что у него просто нет дороги. У него выхода нет. Только лишь встречка. Я уже на обочину вышел, чтобы человек на фуре меня не снес. Жалко вам не видно. Вот лебедь там рыбку ловит. Какая красота. Скоро все зацветет. Будет рыбалка. Было бы время. И не поставим датчик температуры. А зачем он нужен, правда? Он не нужен. Подумаешь, закипит машина, а дым пойдет. Такой важный датчик. И они его сюда не поставили. Они подумали, вот по дизайну он не вписывается. Все так гармонично. А куда его поставят? Хорошие ребята, ухоженный салон. Напомню, ездила женщина, девушка. Вот посмотрите, какая красота. Какая красотища. Берегите свою страну. Берегите Украину. Цените ее. Вот как, собственно, квартира. Вы же там не плюете, не гадите. Реклама по радио наших поп-звезд. Станьте примером до своих детей. Перечислили все, что угодно, кроме как бросьте пить и курить. Станьте примером до своих детей. Это самое главное. Быть примером своему ребенку. Смотрите, какой сегодня классный день. Сделали кучу работы. И по моему токсону оказался все-таки датчик расхода воздуха. Купил за 500 гривен вот такую штуку. За 500. Я обзванивал перед этим. И 1300, и 1500. Китайский 3... 3... 450. 500 гривен в куще водице на разборке. Оригинал. 500 гривен, ребята. Я обожаю токсон. И все. Ошибки больше нет. Туда. И, собственно говоря, все. У ребенка насморк. К врачам возили. Ни один врач мне не сказал. Ни один врач, ни один доктор. Какая влага в квартире. Показывает здесь процентное соотношение. Вот я его только включил, приехал. 31%. Ночь. Ребенок утром проснулся. Носик дышит. Все у нас хорошо. Очень рекомендую. Чем он мне понравился, что здесь вот два сопла. Часто они идут вот такие. Можно вот так делать. Вот так. А в данном случае можно делать вот так. Мне это очень понравилось. Классная штука, ребята. Такое ощущение свежести стало в квартире. Максикан, кажется. Ну, если кому-то надо, напишем. Друзья, плюсы карантина. Мы стреляем с лука. Так, Марк, а ну-ка, папин рекорд заснимите. Всем привет. И тут всем привет. У-у-у. О-о-о. В дерево. Она застряла. Наверное. Ой, осторожно, ворону. О, вот она. Вот, ребят. Найти причину выйти из дома просто так, сложно. Особенно, когда вокруг столько соблазнительных компьютерных игр. Поэтому мы находим себе причину. Это лук, воздушка, и скоро будет у нас мелкашка. Десятизарядная, полуавтоматическая. Я обязательно сниму, покажу вам про это видео. Рекорд. Стрела в стрелу почти. Какая кучная стрельба, ребята. Обратите внимание. Отлично. Есть рекорд. Побил? Да. Вы знаете, у меня отца уже нет, к сожалению. Что остается у нас? Память. Вспоминаю, как на канатную дорогу ходили, катались на электромашинке в Грузии, в Кутаиси, в городе Кутаиси. Там мы жили. Вспоминаю, как на вертолете катался, вспоминаю, как на санках катался. И вы знаете, я вам скажу, пролетела жизнь и мало вспомнить моментов, когда мы были с отцом. Рыбалка. В основном работа, ребята. Полеты, учения. Отца ждал домой, как праздник. Опа! Дима свой рекорд побил. Почти побил. Дима, стреляй! А ты так никогда не стрелял! Так он так никогда далеко не стрелял! Он чуть тебя не достал!